Почему вы занимаетесь видеоиграми, вы в жизни не относитесь как к игре, поэтому играете в игры компьютерные? Видишь, что с тёлком знакомишься на улице, никуда не выходит? Такая задачка, ты её должен решить. Это квест, но не поиск женщин, ты должен понять, какова твоя задача, что ты должен найти? Тёлку ли? Харизма нет хуя, что он найдёт? Большой вопрос, что такое харизма, что это? На чём она основывается? Вы зачастую портите, путаете харизму как следствие внутренней свободы, независимости, лёгкости, добродетельности, доброжелательности, внимательности. Обратите внимание на харизматичных людей, вот тех людей, на которые вам приятно смотреть. Не вот эти закрытые в себе такие негативные, а на кого приятно смотреть, кто харизматичен, появляется в компании харизматичный человек. Какова его основная, ну, что он делает, что заставляет вас наблюдать за ним? Что? Его внимательность, его наблюдательность, его интерес к вам, его нефальшивая влечённость ситуации, в которой вы находитесь. И вы сами. Это харизматичный человек. Который человек, которому вы любопытны. Наверное, ты прав по поводу того, что харизмы у него нет. Тебе не интересны эти девушки, тебе интересно то, что должно туда войти. Ты вот на чём сконцентрирован, на елде на своей, а не на женщине. Или на мысли о том, получится, не получится, получится, не получится, даст, не даст, не даст, не даст. Увлекись женщине, не ставь целью. Пусть твоя цель нахуй идёт. Женщина должна быть целью, а не то, что ты хочешь от неё. Твоё желание в жопу убрать, проигнорировать, тебе должен заставить себя увлечься человеком. Проявить к нему настоящий искренний интерес. И стать вот тем, который не альфой, не, блядь, охуенным чуваком. Ты привлечёшь только просто таких девочек, тумбочек, я про них вчера говорил, которые просто тебя используют. Любого такого альфача, девочки вот так вот, хоп, и всё, его нет нахуй. Используют его как туалетную бумагу. Поэтому не в альфа-самизме харизматичности, а в способности проявлять интерес к человеку. Вот проявишь, тогда та девочка, которая захотела бы с тебя сорвать шерсть и клок, проснётся. Потому что почувствуют, что к ней проявляют интерес, что ей интересуются, что она интересна как объект наблюдения. Вот тогда ты становишься харизматичным, когда наблюдаешь за этим объектом с наслаждением, как будто ты впервые попал на эту планету. Ахуизма как такового не существует, друзья. Это всё позиция, это всё ваши позы, которые включают в себя некую защиту. Ахуизм – это ваша норка. Вы дистанцируетесь, вы прячетесь, значит, вам не похуй. Это уже об этом говорится. Когда вы прячетесь, когда вы демонстрируете вот этот ахуизм, то это и значит, что вам не похуй. Вы, значит, зависимы от того, на что вам похуй. И это совсем не похуй. Пакуизм подлинный, наверное, да? Это когда вам всё нравится, когда вы всё принимаете, когда вам всё интересно. Вот это действительно можно назвать пакуизмом. Для меня ничего не для меня, ни семья ничего, для меня ничего. Всё для меня ничего и всё одновременно. Всё одно то. Всё то же самое, что и всё остальное. Вот что для меня семья. То же самое. Некий прикол, который ты должен осознать. Как выглядит подлинная реальность, ничего нет. Пустота. И только твоё осознание этой пустоты, и всё. Вот это подлинная реальность. Отсутствие иллюзий. Нет ничего. Это можно почувствовать. Как принять абсурд, который творится вокруг? Это игра. Абсурд с тобой играет. Важно не то, что происходит. Важно не то, что вам делают. Важно не то, что вам говорят. А важно то, как вы на это реагируете. Вот это и есть игра. Что должна девушка ваша сделать в жизни, в этой жизни? Ребёнок обязателен. Ничего не должна девушка. Хотя бы с этого начни, что ты должна это понять. Что ты ничего не должна. И одновременно всё. Абсолютно всё, что придёт тебе в голову. Любой смысл, который ты сама можешь придать своей жизни. Вот что ты должна. Найти этот смысл. Придумать его. Исследовать его. До тех пор, пока он тебя не заебёт. И потом найти другой. Как себя найти? Никак. Ты уже есть. Просто надо это понять, осознать. И создать себя. Создать как роль. Потому что так или иначе, пока ты находишься в этой иллюзии, ты создаёшь свою роль. И её играешь. Играю её честно, старательно, с интересом, с увлечённостью, оригинально. И не пизди. Вот и всё. Никому и себе в первую очередь. Чем больше проявляешь интерес к девушке, нет. Ей похуй, когда ты проявляешь деланный интерес. Когда ты выюбываешься. Когда ты себя демонстрируешь. Типа, проявляя интерес. Типа, говоришь расхожие слова, комплименты, хуйню, всякую цветы даришь. Вот это вот. Искусственный интерес. Вот ей туда похуй. А когда ты понимаешь, что всё в этой жизни для тебя, и это всё происходит. И девушка, которая появляется, она для тебя. И ты её воспринимаешь как дар. Не важно, махнула она хвостом и исчезла, или начинает у тебя улыбаться и общаться с тобой. Это дар. Попробуй. Да, тебя реальность будет обманывать. Она будет всегда вилять хвостом и исчезать. Даже когда ты будешь её воспринимать как дар. До тех пор, пока ты не успокоишься. Важно не то, что с тобой происходит. А важно то, как ты на это реагируешь. И пока ты не научишься правильно реагировать, достойно, гармонично, без перекосов по одну или в другую сторону, девушка будет всегда показывать тебе хвостик и съёбывать. Прививку. Я не буду делать всё то, что является сопротивлением моим. Прививки нам уже делали. И мы нормально отреагировали. Я не вижу никаких проблем сделать прививку, если будет какая-то проблема, цейтно, которую я, если не решу тем, что сделаю прививку, а только усугублю эту ситуацию, то я её сделаю. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы её не делать сейчас. Я отрицательно отношусь к запугиванию, к страху, к планированию и так далее. Заболеть я не боюсь. Умереть тоже. И если мне для того, чтобы продолжить какое-то своё исследование, движение, жизнь, нужна будет прививка. Если я захожу, например, питаться всё время в ресторане, в каком-то уитиле, в котором мне, в ресторане, будет какая-то ебейшая скидка. Такое блюдо, которое я полюблю, я хочу всё время есть. Я сделаю прививку, буду ходить, никаких проблем. Сейчас я не вижу необходимости прививки. Я питаюсь дома, я не хожу по ресторанам. Пока ещё в зале не требуют, не усугубили нигде. Ну, потребуют в зале, может быть, я её и сделаю. Нет никаких проблем. Зачем дети нужны? Как и так полно мудаков? И первый мудак, это ты должен это знать. Никак не управлять своими гормонами. Они всегда будут вами управлять. Просто вы должны осознавать, что сейчас вами управляют гормоны и корректировать это состояние. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok